Новый год без оливье – это вовсе и не Новый год. Слава этого салата в нашей стране столь велика, что он уже стал своего рода фирменным знаком зимнего праздника. И не верьте тем, кто при упоминании бессмертного шедевра знаменитого французского повара презрительно морщится, потому что не любить этот салат нельзя. Хотя у каждого по этому поводу есть свое мнение. Есть другие вкусные блюда. А салат оливье – традиционный, конечно, для Нового года салат, но есть повкуснее рецепт. Это вообще самое такое блюдо. Оно никогда не уйдет со стола. Сочетаете ли вы салат оливье главным блюдом новогоднего стола? Наверное, уже нет. Уже сейчас другие салаты, другие продукты. А у вас есть свой секрет в приготовлении этого блюда или нет? Добавлять кислые яблоки, свежий огурец. Что я добавляю в этот салат? Ну, все, конечно, новогодние столы. Это самое считается, самое лучшее блюдо. Это уже традиция такая, так что делают его все, и всем он нравится. Немногие знают историю создания этого кулинарного шедевра. Несмотря на французское название блюда, этот салат был создан в России. Здесь выходец из семьи кулинаров молодой француз-повар Люсен Оливье открыл шикарный ресторан «Эрмитаж». В этих изысканных интерьерах на французский манер Люсен разработал рецепт, который навсегда увековечил его имя в истории кулинарии. Он поехал в Россию, именно в Москву, для того, чтобы свои фантазии кулинарные проявить в Москве. Он купил клочок земли, построил шикарный ресторан, который сначала назывался «Трактир», затем «Эрмитаж», а затем «Оливье». Это был шикарный ресторан с большими колоннами, с белыми комнатами, кабинами, с зеркалами, с люстрами и с французским обслуживанием. И именно здесь, именно в России, именно в Москве французский повар Люсен Оливье создал знаменитый салат «Оливье». Интересно, что изначально «Оливье» выглядел совсем не так, как сегодня. Да и состав салата существенно отличался от всем известного. Первоначально на большое блюдо нарезалась куропатка или рябчики ломтиками и укладывались на блюдо в перемешку с майонезом. Возле него укладывались кубики нарезанного желе ланцпега, в котором варились куропатки. Посередине укладывался салат картофельный. Он состоял из мелко нарезанного картофеля и огурцов мелких, которые сейчас называются у нас корнишончики. Огурцы обязательно очищались от кожицы. Вокруг укладывался отварной язык, нарезанный ломтиками. Всё это украшалось раковыми отварными шейками. И поверх всего этого блюда укладывались отварные яйца, разрезанные напополам. Уже в СССР оливье переименовали в салат старичный. Да и набор продуктов упростился. Мясо птицы и рыбы всё чаще заменяли докторской колбасой. К вареной картошке добавилась вареная морковь. Непременным ингредиентом стал консервированный зелёный горошек. Раковые шейки один повар на банкете заменил отварной морковью, потому что она имела тоже такой оранжевый цвет. И он думал, что этим он может немножечко исправить, чтобы салат был дешевле. В профессиональном лицейном отделении кулинарии занятия по приготовлению салата оливье всегда проходят очень интересно. Ведь готовить то, что любишь, особенно приятно. Интересно постоянно узнавать какие-то новые нюансы, историю этого салата. И кто-нибудь новенький для себя. Всё хорошо получится. Даже тот же самый салат оливье вроде стандартный, обычный для нас, но сделанный с любовью, он получается намного вкуснее. У каждой хозяйки есть свой секрет приготовления салата оливье. И сегодня мы решили поинтересоваться у журналиста новостей Эвелиной Шелест, как она готовит салат. Судя по твоей фигуре, ты, наверное, не всегда балуешь себя или нечасто салатами, особенно заправленными майонезами. Любишь ли ты оливье и готовишь ли этот салат именно на новогодний стол? Ну, естественно, что больше я люблю салаты, которые заправлены оливковым маслом или лимонным соком. Но, естественно, оливье – это самый любимый салат. И сколько я не пробовала разных нововведений с креветками, с авоката, с манго, честно говоря, пришла к выводу, что всё равно оливье – самый любимый салат. На Новый год, любой Новый год без этого не обходится. И, естественно, на моём новогоднем столе оливье будет обязательно. Ты нам откроешь хотя бы маленький секрет, чем твой оливье будет отличаться от других традиционных? Ну, естественно, что каждая хозяйка готовит по-разному. И я тоже придерживаюсь каких-то традиционных направлений. Плюс салат готовят из мяса. То ли это будет куриное мясо, но в данном случае я решила приготовить его из говядины. На набор продуктов традиционный – это отварной картофель, я добавляю морковь, естественно, варёные яйца, лук. Ой, ну как же без огурцов? И огурцы я предпочитаю брать солёные, не маринованные, чтобы такие ядрёные, как у бабушек, с бочечки такие. Естественно, горошек, куда же без него. И в данном случае, как я и говорила, это отварная говядина. Ну, или телятина. Я люблю, чтобы салатики, в основном все, были нарезаны миленько. Мы с мужем долго жили в России, и там салат оливье всегда готовят только с морковкой. Я не знаю, почему. Вот она там оранжевенькая такая, как солнышко, зимой этого не хватает. То есть морковка, это тоже, ну, по желанию и абсолютно непринципиально. Что касается лука, многие лук не очень любят тоже в салате, потому что он даёт специфический запах. И, честно говоря, я его стараюсь добавлять перед тем, как на стол ставить. Ну, поскольку у нас у меня такая программа, мы его добавим сейчас сразу. Я добавляю иногда зелёный лук, потому что он делает, опять же, наше блюдо красивым, ярким и разноцветным. Последний аккорд, мы высыпаем горбушек. Опа! Вот здесь у меня уже сметанка. Добавляем. Добавляем оливье. И я не очень люблю, когда слишком много заправки. То есть салат не должен прям плавать в майонезе. Так, оно всё должно быть в меру. Сегодня на съёмочной площадке, раньше, здесь совсем неожиданный гость, присутствует сын нашего оператора, Максим. И мы знаем, что дети не умеют логать, поэтому он у нас будет первый, кто попробует наш салат. Наверное, давай будем звать Максима. Максим! Самый ответственный момент. Иди, зайчик, садись. Садись, пробуй. Вот наш самый главный, неискушённый такой, да? Макс, ну как твоё мнение? Ну как? Что? А, вот оно, мужское мнение. Зачем слова? Вау, класс, да. Скушаешь всё? Молодец. Какой аппетит, весь в папу. Я желаю всем приятного аппетита. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом!